В Самарской области обнаружена древняя пещера, предположительно, Штольня, в которой еще в языческие времена добывали песчаник. Сначала спелеологи подумали, что подземные коридоры образовались естественным путем. Но спустя время поняли, тоннели это дело рук человека. Не исключено, что пещеру могли использовать и как храм. Загадки каменного лабиринта пытался разгадать и Сергей Арсеньевичев. Главная находка года самарских спелеологов скрыта от посторонних глаз крутым косогором, густо поросшим хвойным лесом. Природа в этих местах такова, что буквально под каждым валуном можно искать вход в пещеру. Под землей все изрыто на сотни метров, но изучена лишь малая часть ходов. Пещеру с сюрпризом внутри обнаружили случайно. Вход в пещеру небольшой, и раньше его никто не видел, потому что он был завален большим камнем. Потом камень убрали, так туда и попали первые спелеологи. Когда здесь в последний раз ступала нога человека и ступала ли вообще, сказать сложно. Может быть, в далеком прошлом людям, так же, как и сейчас, приходилось ползти по узкому лазу, чтобы добраться до места промысла. Но в том, что в окрестных подземельях процветал именно промысел, сомнений больше нет. Долгое время ученые спорили о происхождении этих пещер, но больше склонялись к естественному пути их появления. И только теперь стало понятно, что это рукотворный объект. Здесь добывали песчаник, и стена выложена из него самая первая и самая яркая тому доказательства. Обилие комаров и признаки обитания летучих мышей – пока это все, что достоверно известно о древней Штольне. Но науке она может дать гораздо больше и в плане геологии, и с точки зрения истории. Назвали бы эту пещеру Киль-Кереметь, что с чувашского означает логово Кереметь. Потому что здесь жили чуваши, у которых было божество, языческая Кереметь, которого они очень уважали, почитали. Ценность находки спелеологов теперь предстоит оценить историкам и геологам. В качестве научной надежды рассматривается даже возможность обнаружить внутри многометровых ходов палеонтологические свидетельства. Если удастся раскопать все каменные лабиринты, говорят ученые, современную науку ждут весьма любопытные открытия.